Здравствуйте все! Сегодня мы вышьем мышку, как я и обещала, в рамках подготовки к Новому году, потому что новый 2020 год будет годом белой мыши по китайскому календарю. И начнется он как подарок всем Татьянам 25 января в Татьянин день, поэтому времени на подготовку у нас достаточно. Как вышить эту мышку я придумала еще в октябре, но подумала, что времени достаточно и пока собиралась, появилась на свет вот такая совершенно замечательная балерина Жозефина Татьяны Ковалевой из Семикаракорска Ростовской области. Посмотрите, моя должна была быть с другой фамилией, а тут появилась еще одна мышка-балерина. Вот что значит информационное поле Вселенной, вот что значит идеи, витающие в воздухе. Но сегодня мы с вами тоже вышьем мышку и сделаем ее балериной, уж раз наметили. Мне понадобятся ленты шириной 25 миллиметров. И в качестве основы для вышивки я выбрала прекрасное сукно настоящего мышиного цвета. Для того, чтобы вышивать широкой лентой, а 25 это хорошая такая ширина, нужно отрезать ленточку вот под таким острым-острым углом. И когда мы будем делать ленточное закрепление на игле, мы проколем ленту вот здесь, где ширина ее составляет чуть больше сантиметра. Главное, чтобы сделать прокол возле кромки, тогда ленточка не вывалится. И вот этот принцип закрепления на игле я называю принцип мышиного хвоста, потому что тянуть ленточку нужно за длинную часть. И вот закрепили мы при помощи мышкиного приема ленточку. И в качестве схемы у меня будут всего две точки на первое время. Мышь вышивать очень просто. Проще просто некуда. В основании вот здесь выведу ленточку на лицевую сторону. Год будет белой металлической мыши, поэтому прекрасно, что у нас ленточка блестящая, белая металлическая мышь. Вот я расправила ленту как можно лучше, чтобы она вот такой чашечкой была внизу. И через вторую метку уведу наизнанку. Длина этого стежка 5-6 сантиметров. Одним стежком я не ограничусь и сделаю второй, чтобы тельце у мышки было такое более вразумительное. Опять аккуратно расправлю ленточку. И обратите внимание, что точка входа и выхода первого и второго стежка расположены очень близко друг от друга, рядышком. И для того, чтобы моя мышка была упитанная, для того, чтобы она принесла нам всем процветание и благополучие, я сделаю третий стежок, чтобы животик ее был толстеньким. Эти стежки практически накладываются друг на друга. Вот. Теперь я сделаю один стежок, который у меня будет, ну скажем так, наполнением для головы. Вот в таком направлении. Он ляжет совершенно произвольно. А, собственно, голову мыши я начну вышивать вот из этой точки. Очень близко от туловища и чуть-чуть в стороне от первого стежка. Я вывела ленточку, расправила ее. И теперь я сделаю обратный стежок. То есть я вот так ленточку разверну и вколю иголку вот сюда. Когда я подтяну ленту, буду пользоваться кромками, формировать заостренную мышиную мордочку. У меня уже все сразу сложится. Вот, смотрите. Теперь вот в этом месте выведу ленточку, расправлю ее. И под ленту, которая у меня изображает голову, ну примерно где-то сантиметр у меня будет длина этого стежка, совсем маленький, я вышью дальнее ушко. А примерно вот в этой точке я вышью ближнее ушко. Но так как его будет видно гораздо лучше, я сейчас ленточку разложу. Пойму, как ленточка хочет лечь. Дело в том, что нужно, чтобы кромка, которая ближе к ткани расположена, она была короче. Вот так вот хочет ленточка расположиться. И прям совсем рядом с точкой выхода первого, с первой точкой выхода, я сделаю вторую. Теперь мне нужно будет поработать с кромками и значительно утянуть ту, что ближе к ткани, а верхнюю оставить торчащей. Вот мордочка готова, ушки готовы, широкой лентой мы закончили работать. Мне осталось ее отрезать и закрепить. Так как подразумевается, что мышь моя балерина, она пустилась в пляс, я, соответственно, сделаю ей размах рук, чтобы она красиво выглядела, как настоящая балерина. И здесь мне помогут две точки буквально. Вот здесь и вот здесь. Широко раскинутые руки, лапки. И для лапок, для рук и для ног мышки я буду использовать белую шестерку, то есть белую ленту шириной 6 мм. В первой точке выведу и скручу ленточку. И мне нужно будет увести в ткань ленту через стежки туловища, чтобы у меня лапка все-таки не отлетала. И здесь следите за тем, чтобы лента не раскручивалась. Если это случилось, немного подкрутите ее. И еще раз вывожу опять же через ленточку, которая изображает туловище. И опять скручиваю ленточку. И увожу в ткань. Здесь мы должны применить военную хитрость. Я не хочу пришивать вот эти вот ленточные трубочки, чтобы у меня мышка была в пля спустившаяся. Поэтому я использую сейчас клей. И вот что я буду делать. Я возьму толстую иглу, клей, выдавлю клей на иголку. И вот таким образом смажу лапку. Одну ленточную трубочку, чтобы она осталась на весу. И вторую. Когда я таким образом обрабатываю ленточку клеем, она, во-первых, остается в заданном положении, а во-вторых, ее витки не раскрутятся. Теперь мне нужно определить ножки, пустившиеся в пляс. Вот где-то в этой точке, в этих точках будут заканчиваться ножки. Естественно, я буду их вышивать той же самой белой шестеркой. Я ее вот даже не отрезаю. Но сначала мне нужно вышить пуанты, чтобы была балерина как настоящая. Я буду использовать вот такую красивую голубую ленточку шириной 10 мм. Примерно 2 мм, отступив в одну сторону отметки, и примерно сантиметр, отступив в другую сторону отметки, я сделаю прямой стежок. Как нитка. Прямой стежок. Один. Ленту обрежу, закреплю, чтобы не было длинного перехода по изнанке, и вышью второй пуант. Точно так же. Миллиметра 2 от метки я отступлю в одну сторону, и где-то примерно сантиметр в другую сторону. Для того, чтобы вышить ножки, я тоже проколю ленточки, изображающие туловище. А дальше, как мы уже делали, я ленточку скручу достаточно туго, придержу, чтобы не раскрутилось, и завершу стежок через пуант. И вот с этими скрученными ленточками мы поступим так же. Закрепим их клеем. Вот таким образом обработанная ленточка, покрытая клеем, не раскрутится и будет держать свою форму. Теперь для того, чтобы у меня все было красиво, я вышью ей пальчики. У меня белая мулине в 4 нити. Ну, просто 4 стежка сделаю. Очень близко к окончанию белой ленточки. Вот как забавно получилось. Похоже, я сама перевоплотилась в эту мышку-балерину. Самое главное, это я забыла. Мышиный хвост. Он будет делаться точно по такому же принципу, как и лапки. То есть ленточка шириной 6 мм скрутить, уложить как-то причудливо и увести сквозь ткань. А потом я обработаю эту ленточку, эту трубочку клеем. Для того, чтобы дополнительно зафиксировать скрученную ленту, я ее проколю. Но подтяну аккуратно, чтобы у меня острый был кончик хвостика. Нос. Можно использовать, конечно, не спортивно. Большую, крупную черную бусину. Но у нас же с вами ленточки. Я возьму черную шириной 6 мм и вышью носик ею. Вот так разложу ленту. Иголкой подхвачу ленточку два раза. Сделаю навив на иголке. И вот так вот, плотно подтянув ленточку на игле, уведу иголку на изнаночную сторону. У нас получился французский узелок. Но он не пойдет. Это только будет набивка для любопытного мышиного носа, который принесет нам счастье в новом году. Я сделаю еще один стежок, который накроет наш французский узелок в два навива. Аккуратно ленточку разложу. Вот. Вот такой нос у нас чудесный получился. А вот глазки я предпочитаю сделать из бусинок, чтобы они еще больше блестели и еще больше бликовали. Я возьму белую нитку и выведу ее через две ленточки. Через тот стежок, который изображает голову, и через тот, который изображает дальнее ушко. Маленькая черная бусинка. И закреплю ее. А второй глаз будет примерно вот здесь, посередине стежка. Что самое сложное? Самое сложное будет сейчас этот стежок оставить выпуклым, не пришить. Вот. Поэтому, когда я буду подтягивать ниточку, я очень слабо это сделаю, чтобы объем стежка не убрать. Итак, осталось начать украшать. Ну, во-первых, если у нас это балерина, то нужно довести до логического завершения эту идею и подарить нашей балерине пачку. Я буду делать эту пачку из кружева. И для того, чтобы она была красивой, я возьму два, две длины, ну, побольше даже чуть-чуть, чем две длины ширины нашего туловища. Где-то примерно вот здесь вот у нее талия. Вывожу ниточку и собираю швом вперед иголку наш отрезок кружева. Сборочка сделана. Делаю второй стежок с другой стороны туловища. И теперь мне осталось только аккуратно распределить сборки. И сделать так, чтобы пачка, как у настоящей балерины, стояла под углом к тельцу. Вот как здорово получается. И мне осталось только изобразить улыбку мышки. Сделаю я это при помощи двух стежков черной ниткой. Один стежок у меня будет располагаться вот так, а второй стежок вот так. Пожалуй, я его пропущу под первым. И обязательно эту ниточку подтягивайте очень легко. Ну и еще, чтобы совсем навести красоту, сделаю еще парочку черных стежков, чтобы подарить мышке усики. На одной щеке и на другой. Здесь тоже нитку надо подтягивать совсем слабо, чтобы не уничтожить объем стежка. Мне осталось только для полного веселья выполнить бантик на хвостике у мышки. Очень мне хочется это сделать. Как? Очень просто. Розовую ленточку беру. И выполняю стежок очень-очень-очень короткий. Очень-очень короткий. Так, чтобы у меня получилась одна половинка бантика. С другой стороны от хвоста. Выполняю вторую половинку бантика тоже самое, очень коротким стежком. И теперь делаю закрепляющий стежок, который у меня будет изображать узелок бантика. И заодно пришью хвостик. Очень близко от узелка. Выполню еще один стежок и отрежу ленточку. Бантик готов. Чуть-чуть подпалю, чтобы не развалился. Вот такая веселая новогодняя мышь у меня получилась. Мне очень нравится. Вот посмотрите еще раз на то, что получилось у Татьяны Ковалевой на ее Жозефину. Посмотрите, как мастерски выполнена тонировка. Вы тоже можете подкрасить мышку бежевой, серой краской. Можете нарисовать ей розовые пятнышки внутри ушек. Очень здорово будет. Ну и естественно, то, как вы будете декорировать свою мышь, это зависит только от вас. У меня получилось вот что. Она у меня и в короне, и с веером, украшенным бисером, и с драгоценным ожерельем на шее. Вот смотрите, бриллианты сверкают. Совершенно потрясающая мышь, совершенно потрясающая. У меня в почте накопилось очень много вопросов о моих брошах и о том, как я отделываю край этих брошей. И я никак не могла выбрать время, чтобы рассказать об этом, в какой теме. И вот, наконец, время пришло. Новогодние чудеса. У меня есть ларец, подаренный мне совершенно удивительными людьми, Татьяной Ивановной и Павлом Алексеевичем, за что спасибо им огромное. Вот в этом ларце живут мои броши. Вот таким образом отделанный край брошки. Чуть-чуть другим способом отделанный край брошки. И третьим способом отделанный край брошки. И сейчас, при помощи нашей волшебной мыши, я покажу вам все эти три способа. Если вы будете использовать бисер, я-то сейчас возьму крупные-крупные бусины для большей наглядности. Но если вы будете брать бисер, обратите внимание на то, что он должен быть калиброванный. Так брошь выглядит гораздо красивее. Если бусинки, бисеринки разного калибра, то получается такая нарочитая небрежность. Но кто-то может сказать, что это просто неаккуратность. И будет не совсем приятно. Поэтому размер и качество бусинок и бисера играют большую роль. Ну вот в моем случае вот такие вот это бусины. Старые бусы, мамины. С чего я начну? Во-первых, мне нужно выбрать, каким способом я буду отделывать край. Для начала я покажу вам самый простой. Вот такой. Правда, здесь у нас ложнен тем, что вот эти вот жемчужинки разного размера. Здесь мелкие, а здесь покрупнее. Получилось как будто ожерелье такое. Сейчас я возьму бусины одинакового размера. И мне понадобится нитка. Вот я взяла белую, длинную, толстую, чтобы ее было хорошо видно. В прошлый раз мы с вами говорили о краеобмёточном шве. Я подробно его показывала. В этот раз для того, чтобы вот таким образом обшить край броши или шарика, как в моем случае, игрушки какой-то, нам тоже придется использовать этот краеобмёточный шов. Сначала я вывожу иглу, нанизываю бусину, гигантскую бусину, для того, чтобы было наглядно. И делаю краеобмёточный стежок, следя за тем, чтобы у меня бусина была с одной стороны от иголки и нитки. Вот бусина встала на ребро. И таким образом, нанизывая бусины и выполняя равные стежки краеобмёточные, и обшивается таким образом край. В этом случае отверстия бусин направлены вдоль среза ткани. Вот один способ. Он самый простой, но он может быть очень эффектным. Каким образом? Если вы возьмете бусины разного цвета или разного размера. Вот здесь вот использован вот этот вот как раз способ. Очень мне нравится, очень красиво. Теперь я покажу вам второй способ. Мой самый любимый. Когда бусинки встают в шахматном порядке, одна над другой. Сначала мы нанизываем более мелкую бусину, которая у нас будет стоять вторым рядом, а потом более крупную. Сейчас на примере вы всё поймёте, что я имею в виду. Вот у меня будут две бусины. Одна белая, одна чёрная. Нанизала две. И сделала стежок. Просто увела нитку в ткань. Вот просто у меня нитка выходит из ткани на изнанке. Что я делаю? Я беру и прокалываю бусину. Провожу нитку вверх через бусину. И повторяю. После первого стежка ничего не понятно, как правило. Через равное расстояние, вот прям можно наглядно увидеть, я увожу нитку на изнанку. А потом возвращаю иголку через бусину вверх. И получается, что у меня одна бусина стоит отверстием вверх, а вторая бусина отверстием вдоль края. И когда я продолжаю этот способ, как раз и получается вот такое вот шахматное, очень красивое чередование бусин. Вот видите. Главное здесь запомнить, что первой нанизывается бусина, которая будет потом стоять дальше от ткани. Стежок и стежок через бусину. Вот видите, что получается? Такое кружево своеобразное. Для того, чтобы вот эта первая бусина поднялась наверх, нужно завершить шов через нее же. То есть шов начинается и кончается через бусину. Первая и последняя. Одна и та же будет. Когда вы пройдете полный круг, вы поймете, о чем я говорю. Сейчас для экономии времени я ограничусь только демонстрационным периодом. И третий способ самый роскошный. Для него я возьму жемчужинки тоже. Сначала нужно нанизать две бусинки. Опять также увожу нитку на изнанку. И с изнанки через бусинку провожу нитку вверх. Теперь беру одну бусинку. Увожу нитку на изнанку и через бусинку наверх. Таким образом я обшиваю край бусинами, отверстия которых смотрят вверх. Просто увожу на изнанку и иголку возвращаю вверх. Сейчас мне нужно будет пришить четное количество бусин. Ну вот шесть. В этом способе тоже первая бусина, она же последняя. Вы тоже должны будете развернуть ее отверстием вверх, когда будете завершать полный круг. Вы это поймете, когда будете делать. Сейчас эта нитка, у меня не получится ей дальше работать. Я ее закреплю. И буду делать бисерное кружево. Для этого я возьму более тонкую иглу с более тонкой рабочей нитью. Для того, чтобы было наглядно, что я хочу показать. Закреплю нитку. И выведу через первую бусину вверх. Вот у меня нитка вышла через отверстие бусины. Она уже у меня повернута как нужно. И сейчас я возьму другой бисер, другого цвета, другого размера и наберу, допустим, три или четыре штучки. И эту нитку, вторую, уведу в ткань. У меня получится такой бисерный гребешок. Опять иголку я верну через то же самое отверстие во второй бусинке. И наберу еще четыре бусинки. И наберу еще четыре бусинки. Верну в ткань. Можно большее количество бусин набирать. И опять верну вверх через ту же самую бусину, через то же самое отверстие. Давайте я попробую шесть бусинок набрать. Вот какой гребешок высокий получается. Опять через то же самое отверстие нитку уведу вверх. И опять наберу шесть бусинок. Вот такое красивое бисерное кружево получается. И если брать не огромные бусины для наглядности, а если взять мелкий бисер, в моем дивном ларце есть и такая брошь, то получится вот такая вот красота. Вот такое вот бисерное кружево. Здесь брошь отделана вот именно таким способом. Бисеринки зеленые, которые стоят рядом с тканью, поставлены отверстиями вверх, а золотые как раз исполняют роль этих кружев. И вот что я вам скажу, дорогие мои. Для меня рукоделие – это наслаждение. И мне не хочется нервничать и испытывать напряжение от того, что я промахнусь и сделаю первый ряд бусинок из нечетного количества. Что же делать? У меня же тогда нарушится все это кружево. Ай-яй-яй, как быть? Открываю тайну. Только никому не говорите. Вот здесь зеленых бусинок первого ряда оказалось как раз нечетное количество. И что же делать-то? Как исправить ситуацию? Абсолютно все нормально. Абсолютно все незаметно. Во-первых, вспоминайте правило, которое я вам уже рассказывала. Правило буквы Z. Наш глаз идет по букве Z. Начинается вот в этой точке, потом идет сюда, потом сюда, потом сюда. Буква Z. И вот эта точка, вот этот угол, он слепой угол. Я не знаю, почему так сложилось. Это физика, психология. Но, в общем, вот этот вот угол, на него меньше всего внимания обращают. Поэтому здесь обычно, когда обшиваем брошь, вот здесь, именно в этой точке, мы начинаем и заканчиваем шов для того, чтобы использовать эту уловку. И вот мы дошли до конца шва, и вот у нас нечетное количество бусин. Нет, некуда у нас, ну, невозможно нам пришить полный вот этот вот гребешок. У меня здесь было шесть бусинок. Красиво, да? В случае с мелким бисером я использовала три. Я нанижу сейчас не шесть, а половину, три штуки. Три бусинки есть. Я одну пропускаю, а в две другие провожу иглу. И эту же иглу провожу в отверстие бусины, которая у меня стоит возле ткани. И увожу иголку в ткань. И у меня получается среди бисерного кружева вот такая вот торчевка. Отверстие не пустует. У меня прячется последняя вот эта вот одинокая ножка среди кружева. А результат великолепный. Мне очень нравится, что получается. Великолепно. Итак, сегодня мы не только вышли символ 2020-го, белую металлическую мышь, но и рассмотрели три способа обработки края при помощи бисера. Ну, как бы бисера. У нас для наглядности крупные бусины. Результат получится неизменно прекрасный, если вы подберете бусины, калиброванные одного размера. А вот в этом случае на этой броши есть секрет. Здесь сверху белые бусины, а снизу розовые. Но этого никто ни разу еще не заметил. Знаю только я. Ну, теперь и вы мой секрет знаете. Так что вот в этом случае можно играть. И когда мы используем вот этот способ шахматный, обратите внимание, что верхние бусинки стоят отверстиями параллельно ткани. Так вот, можно взять еще одну дополнительную нить и между ними закрепить еще бусинки. Именно это, вот здесь черные бусинки, именно такой способ я использовала при изготовлении вот этой броши. Ну, в общем, времени на подготовку к Новому году у нас достаточно, но и дел много. Поэтому в этом году я прощаюсь с вами. До встречи в будущем. Желаю всем счастья. До свидания. И с наступающим. Благодарим сеть магазинов Lady Charm за предоставленную ведущей одежду.